Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня 12 марта. Память преподобного Василия Исповедника. Преподобный Василий Исповедник жил и в царствовании иконоборства Льва и Савра. Как и многих христиан того времени, которые были почитателем икон, его взяли под стражу вместе с его другом Прокопием, который заключили под стражу в темницу. Многое пережили, истязаний и страданий эти два святых. После смерти царя Василия и Прокопия выпустились под стражей. Прожили Василий и Прокопий многие годы, окормляя и укрепляя христиан многих. Скачался Василий в 850 году, мирно почивший. 14 марта. Церковь молится о всех усопших православных христиан от века скончавшихся. Церковь воспоминает и молится о всех братьев, сестер, родителей, прародителей. Молитвенно вспоминает всех, кто был недостойно погребен или некому за них помолиться. В этот день все братья и сестры собираются в храм, записывая своих близких усопших христиан, неся какое-то пожертвование для содержания храма. В храмах совершаются заупокойные литургии и поминаются все христиане. Почему именно в субботу поминаются усопшие? Это связано с тем, что в церкви среди недели полноценной литургии не служатся и поминовение усопших не совершается. А поминовение усопших отнесено именно в субботний день для того, чтобы молитвенно вспоминать, чтобы не только за здравие молиться в постовые дни, но и о упокоении. Чтобы не оставлять усопших, не оставлять без внимания своих близких родственников, которые почили. Прощенное воскресенье Прощенное воскресенье Само название указывает каждому, кто хоть немного соприкоснулся с церковной традицией о том, что прощение – главная составляющая этого дня. За Великой вечерней, в канун начала Великого поста, в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска глава Симбирской митрополии совершил чин прощения. Вместе с владыкой принести покаяние Господу и всем окружающим, всем тем, с кем Всевышний свел каждого из присутствующих на его жизненном пути, собрались прихожане, духовенство и миряне из самых разных приходов епархии. Чин прощения Чин прощения в том виде, в котором он существует сейчас, берет свое начало из истории жизни египетских монахов и палестинских монастырей. В последний день, перед началом Великого поста, они и спрашивали друг у друга прощения и уходили в пустыню на всю Четырехдесятницу, зная, что могут и не вернуться. В русских монастырях первые упоминания о чине прощения датируются XVI веком. В молитве Господней, который научил своих учеников и апостолов сам Господь наш Иисус Христос, есть такие слова. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, а значит, искреннее покаяние, так же, как и прощение других – залог спасения души каждого. Очень часто мы забываем о том, что мы согрешаем против людей в своих мыслях, в своем сердце, в помышлениях. И вот здесь иногда мы согрешаем так, что, конечно, нужно обязательно попросить прощения. Наше сердце изменяется, преображается, мы становимся лучше. Так почему же так важно прощать? Ведь есть пост и молитва. Но именно прощение и покаяние наносят удар по самому главному греху человеческой природы, лежащему в основе всех остальных. Что значит простить? Это значит смирить свою гордыню и принять человека таким, какой он есть. То есть попросить прощения – это опять же смирить свою гордыню и раскаяться в соделанном. Мы должны брать пример с Христа, ведь он даже, будучи распинаемым на кресте, просил Отца Небесного о том, чтобы он просил его распинателей и не вменил им этого в грех, ибо не ведут, что творят. О великой силе покаяния, способной переродить человека в этот вечер, говорил Владыка в своем архипастерском наставлении. Уже после того, как на смену белоснежным одеждам пришло традиционное для поста черное облачение, и в храме погас свет. Святые отцы сказали, что мы имеем две купели возрождения. Одна купель крещения, погружаясь в которую трижды с призыванием имени Святой Троицы мы выходим очищенными и освященными, как первый Адам до грехопадения. Но мы не умеем хранить этой белизны крещальных одежд. Мы снова и снова пятнаем нашу одежду души различными грехами, и нам снова требуется покаяние, нам снова требуется очищение. И Господь дал нам еще купель слез, купель покаяния, которая тоже очищает человека от греха. Духовная весна – так называют в православии время Великой Четыридесятницы. И чтобы встретить ее в цвету и дать добрые плоды не в пример смаковницы, проклятой согласно библейскому сказанию Господом, ежегодно испрашивают все православные христиане прощения друг у друга в канун Великого Поста. Благословите и простите меня, всечестные отцы, возлюбленные братья и сестры, великосогреших в одни с тем и во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. К примеру своего архипастыря последовали все присутствующие. Митрополит Иосиф благословил каждого, пришедшего в этот день в храм. И каждый уносил в душе мир и покой, начиная Великий Пост со спокойным сердцем. Елена Гончарова, Наталья Шуприцова, Семьевская митрополия. В Ульяновске празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы по традиции началось накануне. Митрополит Семьевский Новоспаский Иосиф в сослужении соборного духовенства совершил в храме во имя всех святых всеношное бдение с чтением Акафиста. Праздник установили в 17 веке. В этот день, в 1656 году, Иверский образ со святой горы Афон пришел в Россию. Его второй список по желанию патриарха Никона разместили в Алдайском монастыре. В Ульяновске чудотворный лик, храмовая икона Всехсвятской церкви. Здесь же в самый день празднования митрополит Иосиф возглавил божественную литургию и совершил молебное пение. История святого образа неразрывно связана с летописью жизни Афонского монастыря. Согласно преданию, икона, написанная евангелистом Лукой, оказалась в обители, приплыв из града Никеи по морю, где ее обнаружили насельники в столпе яркого света. С крестным ходом, с духовной радостью, с ликованием они принесли этот образ в храм. Она находилась в храме, и чудным образом на следующий день они обрели ее на вратах монастыря. Поэтому название этой иконы еще «Вратарница». И несколько раз было таких попыток, но Матерь Божия во сне вела синоку и велела, чтобы не беспокоили ее образ и оставили там, где она хочет пребывать. То есть она стала сама защитницей, покровительницей этого святого монастыря. И много веков подряд обитель жила под покровом владычицы. Однако преподобным Нилом Мироточивым Афонским было предсказано, что иверская икона чудесным образом покинет врата Афона, а сам монастырь придет в запустение. Обращаясь к молящимся, архипастырь Симбирский напомнил об этом. «Пускай это будет нам всем назиданием», – подчеркнул Владыка, напоминанием о том, что вера православной не терпит компромиссов и двойных стандартов. Мы сегодня переживаем непростые времена, когда часть монастырей Святой Афонской горы приняла украинских самосвятов, когда миряне в рясах и богослужебных облачениях совершают лжелитургию в святых афонских монастырях. Конечно, мы надеялись, что Афон всегда будет твердыней православия, но не зря же, еще в далеком XVII веке, афонский подвижник, который безменно любил и почитал Святую гору, предвозвестил то, что Святая гора отступит от веры. Свою чудесную историю обретения имеет и храмовый иверский образ Божьей Матери во Всехсвятском храме. В 2007 году старинную, конца XVII века икону, церкви пожертвовал некий благотворитель. Изображен на ней был совсем не иверский образ. Настоятель храма, протеерей Алексей Скала, решил восстановить почерневший от времени лик. Отец Алексей случайно, он многие иконы, которые здесь есть, он сам очищал потихоньку, много ликов. И стал очищать, и проявился. Там была тоже Богородица, но другой совсем образ. Не иверский. Не иверский, нет. Вот, и когда в процессе он меня позвал, говорит, Миша, смотри, что... Вот, и вот появился этот образ, который мы сейчас видим, иверской Божьей Матери. То есть тот список, который был афунским. По сей день на иконе виден остаток прежнего, верхнего слоя в районе руки Богоматери. Как символ того, что с тех самых пор протянула она симбирянам свою руку помощи. Распростерла свой покров над кафедральным градом. Ежедневно идут к ней молящиеся приложиться и поведать Пресвятой Богородице о своих горестях и радостях. И свидетельствуют, просимое исполняется. А значит, Матерь Божия по-прежнему с нами. Елена Гончарова, Наталья Шуплецова, Симбирская митрополия. Богословенный Си Господи Божий Отец наш, и хвально и прославленное имя Твое вовеки. Аминь. Церковно-славянский язык поистине бесценная, необычайной красоты сокровища древней славянской культуры. Этот язык жив и по сей день. Когда слышишь церковный текст, чувствуешь его особую мелодику и лексику, особенно когда этот текст звучит из уст ребенка. Ошибки в чтении сложных церковных текстов дело нередкое, тем более, если дети соревнуются между собой. Ведь, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Конкурс церковных чтецов среди воспитанников воскресных школ Симбирска проводится впервые. Однако он сразу вызвал искренний интерес у детей и их наставников. Ведь церковно-славянский язык изучают во всех приходских школах. Соответственно, изучают, как правильно читать. Это же не просто прочитать какой-то текст выразительно. Все-таки церковное чтение имеет свои особенности, имеет свои правила, как нужно читать, где брать дыхание, где брать паузу, какие делать, скажем так, огласовки, какой интонации читать в конце концов. Это все очень тоже важные. Вот эти мелочи, да, вроде бы мелочи, но они очень влияют как раз на чтение и на восприятие чтения другим и молящимся в храме. Председатель жюри конкурса митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф напутствовал ребятишек в этом благом и полезном деле, подчеркнув, что на церковно-славянском языке нужно читать как можно чаще. Нужно его изучать, и тогда он станет родным и близким. Вот тогда у вас откроется красота понимания богослужебных текстов. Они такие красивые. И переведи их на любой другой язык, в том числе и русский, мы потеряем эту необычную красоту и ее понимание. И может быть даже в нашей художественной литературе, особенно в наших классиках, тоже многое станет для нас непонятным. Конкурс проходил в два этапа. На первом дети соревновались в своих приходах. Самые сильные из них стали участниками конкурса общегородского уровня. Хвалите его солнце и луна, хвалите его вся звезда и свет, хвалите его небеса небес. В чтении богослужебных текстов необходимо было показать практические навыки. Правильность и четкость произношения, темп, расстановку голосовых ударений. В ходе соревнований некоторые участники проявили рвение даже больше, чем того требовали условия конкурса. Обучение в воскресных школах, постоянное посещение богослужений, где ребята слышат и запоминают церковные тексты, все это принесло свои благодатные плоды конкурсантам. Во время именно выступления я очень волновался, но смог сконцентрироваться и неплохо прочитать. Конечно, была одна ошибка, я уже ее понял, и постараюсь в следующем году так же хорошо себя показать. Мне нравятся эти тексты, потому что церковный славянский язык очень красивый, его красиво слушать. А в чем его красота? Мне кажется, в том, как поставлены слова. В целом и организаторы, и участники мероприятием остались довольны. Ведь первый блин оказался никомым. Даже если кого-то и огорчило поражение, на следующий год есть возможность выступить лучше. Ведь теперь проведение конкурса церковных чтецов в Симбирской епархии войдет в добрую традицию. Наталья Шуплецова, Владислав Ролов, Симбирская митрополия. В уютном зале Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова увидеть такое количество старшеклассников сразу – дело привычное. Воспитание театром – таково название молодежного проекта, который успешно проводится в соработничестве Симбирской епархии и драматического театра вот уже пятый год. Отношение к театру иногда бывает подозрительное. И иногда заслуженно бывает подозрительное. Ульяновский драматический театр всегда славился своими высокими профессиональными качествами и выбором произведений, и как ставят эти произведения. Поэтому мы не боимся сотрудничать с театром, потому что он представляет именно классический русский театр в своих лучших проявлениях. В предыдущие годы были показаны спектакли «Северный ветер», «Оскар» и «Розовая дама», «Царь Федор Иоаннович» и «Капитанская дочка». В этом году вниманию старшеклассников представили спектакль «Горе от ума» по пьесе гениального русского поэта, талантливого драматурга Александра Сергеевича Грибоедова. В героях этого произведения узнавали, узнают и будут узнавать своих современников. Вот эти типы людей, фаузов, молчали, скалозуб, другие, они и сегодня живут среди нас. И через это выдающееся произведение мы с вами учимся определять характеры людей. А это очень важно в жизни. Я не буду много говорить, потому что вам самим предстоит осмыслить это произведение и написать на него эссе. Суть проекта в том, что по итогам просмотра спектакля школьники напишут эссе. После того, как будут определены лучшие работы, в день подведения итогов конкурса старшеклассники встретятся с духовенством и актерами театра, вместе обсудят постановку и свои эссе, тем самым получая объемный взгляд на произведения современной и классической литературы. Театр дает возможность легче воспринять ситуацию, ну в плане сам спектакль, потому что мы сами можем ощущать эмоции этого человека, можем понять, куда он идет, увидеть, как все это происходит. Если произведение было не прочитано, человек видит произведение в первый раз, то, возможно, вдохновляется тем, чтобы прочитать. Как показывает опыт, главную цель проекта – воспитание театром – достигнуть удается. Конкурс эссе – один из самых востребованных старшеклассниками. Главная задача, да, конечно, научить думать, да, думать над вечными ценностями, да, переосмыслять вечные ценности, и как можно в современном мире следовать этим ценностям. Вот, наверное, это главная задача нашего проекта совместного с театром. Один показ спектакля не в состоянии охватить всю аудиторию старшеклассников области, поэтому в драматическом театре запланировано еще несколько показов. Эссе от участников будут приниматься до 18 апреля этого года. Наталья Шуприцова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Добрый день, братья и сестры! Мы с вами знаем из Священного Писания, из Евангелия, что, как Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, Он несколько раз являлся видимым образом своим ближайшим ученикам-апостолам и женам-мироносицам. И в одной из таких явлений Христос явился своим ученикам при закрытых дверях в горнице, но среди апостолов не было апостола Фомы. И когда Фома пришел, то ему сказали, что вот, наш учитель воскрес из мертвых и был здесь с нами. Но Фома сказал, не поверю, пока сам не увижу воскресшего учителя, пока свои перста не вложу в его гвоздиные язвы, в его ребра. И только Фома это произнес, Христос появился среди комнаты, среди учеников, и сказал, Фома, вот я, осежи мои раны гвоздиные, вложи свою руку в мои ребра. И Фома, увидев воскресшего Спасителя, сказал в священном восторге, Господь мой и Бог мой. Но Христос ему сказал, Фома, ты уверовал в меня, потому что увидел меня своими очами, но блаженные, не видящие меня и верующие в меня. И вот мы с вами живем в 21 веке, когда эти священные события происходили задолго до нашего рождения. И мы с вами свою веру укрепляем чтением Евангелия. Мы доверяем Евангелию как историческому источнику жизни нашего Господа, его учения, его чудес. И поэтому мы с вами сегодня питаем свою душу и сердце верой, основывая свою веру на доверие к Священному Писанию, к Библии и к Евангелию. И Бога можно почувствовать в своей душе, в своем сердце. Когда есть вера, то эта вера согревает себя. И многие ученые, не все, конечно, но добрая половина ученых с мировым именем также была верующими людьми, и они к вере приходили логическим путем. Они часто задумывались, как же такое разнообразие жизни во Вселенной, бесконечном космосе, здесь, на нашей планете Земля, могла зародиться, если бы кто-то не сотворил это чудо, чудо жизни. Ведь само по себе ничего не может произойти, у любого предмета на этой земле есть автор или создатель, а тут сложнейший мир с миллионами законов природы, физики, химии, математики, биологии, аэродинамики. И, наверное, само по себе это чудо жизни не могло бы возникнуть, если бы его кто-то не сотворил. И вот имя этого Творца природы, Вселенной, этого чудо жизни мы называем Господом Богом. И Бога можно почувствовать в своем сердце, если ты веришь в Него, если ты молишься Ему и совершаешь добрые дела во имя Его святого имени. И вот тогда, когда есть вера, когда есть добрые дела, подтверждающие твою веру, ты чувствуешь Бога своим сердцем и своей душой. И чтобы познать Бога, нужно совершать поступки, достойные высокого звания человека, потому что каждый из нас – это образ Божий на этой земле. И сам Христос говорил, потому узнает, что вы, ученики мои, если между вами пребудет любовь. Вот это я желаю, друзья мои, что мы свою веру укрепляли чтением Слова Божия, чтением Евангелия, чтением молитвенных правил, потому что, когда мы с вами молимся, когда читаем Священное Писание, то мы орошаем свою душу, и вера дает благодатные всходы, благодатные дары. Ведь согласитесь со мною, если комнатные растения время от времени поливать, то даже кактус засохнет. И вот эта живая вода, вера для нашего сердца, души, является чтением Слова Божия и наши молитвы, обращенные к нашему Творцу и Создателю. Здравствуйте. К нам пришел вопрос. Мы подали заявление в ЗАГС на 20.03.20. Потом нам сказали, что число выпадает на пост. Мы не знали этого, будет ли это грехом, если сыграем свадьбу. Конечно, свадьба выпала на пост. Венчание в пост не положено. Это прописано в уставом церкви. И сама атмосфера в пост, она не способствует и не расположена к тому, чтобы венчаться. Потому что венчание – это день празднования. А пост – это день скорби, день, когда мы придаем значение своим внутренним исканиям. Лучше бы было сделать, наверное, так. Можно даже и расписаться, если в этом есть необходимость, опять-таки. Но празднование можно и перенести после поста, после празднования всех праздников. Можно, например, если есть желание, можно сделать и празднование именно самого стола в день венчания. Это тоже не его спротивится. Для православного христианина важно соблюдение поста. Но если такое произошло, что нельзя переложить день свадьбы на другое число, то можно расписаться именно 20-го числа, но празднование самого свадьбы перенести на другое число. Когда закончится пост, закончится празднование Пасхи и всех дней праздничной Пасхи. Дорогие друзья, пришел еще вот такой вопрос. Нужно ли после каждой молитвы произносить «Аминь», что означает это слово? Но если переводить с еврейского, это слово обозначает истина, да будет так. И да, чаще всего мы произносим это слово после каждой молитвы, которую мы произносим слух или произносим в храме. Если мы произносим эту молитву в храме, то есть произносит священник или поет хор, то раньше, в время литургии, слово «Аминь» произносил весь народ, то есть как бы соглашаясь со словами священника и присоединяясь к словам священника, который обращает свою молитву к Богу. И, соответственно, дома, когда мы произносим молитву, мы также произносим это слово «Аминь», соглашаясь со словами молитвы, потому что молитвы чаще всего, конечно, написаны святыми людьми, и мы просто читаем уже заготовленный текст. И, произнося «Аминь», мы как бы говорим, что мы полностью согласны с текстом этой молитвы. И второй, как бы, смысл, мы говорим, что «Да будет так», да, то есть когда мы молимся, мы произносим «Аминь» с верой в то, что действительно сбудется то, что мы просим или чаем получить от Господа в этой молитве. Произнося «Аминь», мы говорим, что «Пусть будет так именно». Поэтому «Аминь» — это вот такое слово, которое как раз выражает согласие наше со словами молитвы. И, конечно, наверное, его произносить в конце молитвы нужно. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил следующий вопрос. Для регистрации брака и венчания нужны ли две пары колец или достаточно одной? Можно ли регистрировать брак в ЗАГСе кольцами для венчания? По моему мнению, можно. Ничего такого страшного я в этом не вижу, если будет это одна и та же пара колец. Не стоит этому придавать слишком большого значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok